Оркестр овации восторженной фанаты из аэропорта на площади Лото. Как каргызстанцы чествовали футболистов? Вы – гордость всей страны. Национальную сборную по футболу принял президент Сорунбай Джейнбеков. Новые назначения Министерства транспорта и дорог возглавил Джанат Бейшенов, Госцирк, Фархад Бекмамбетов. В конце марта в Бишкек доставят 69 новых автобусов. Тарифы за проезд будут увеличены. Эти и другие новости сегодня в эфире. В студии Аджан Казакбаева. Здравствуйте. И Александр Крупнов. Добрый вечер. Их встречали с оркестром и овациями. Команду которой совершил исторический прорыв. Национальная сборная Каргызстана по футболу завершила свое участие в Кубке Азии. И сегодня утром вернулась домой. За эти дни команде удалось провести четыре игры и достойно показать себя на поле. Их игру запомнили как великолепную и достойную победы. Как за команду переживали на родине, говорить не приходится. Болельщики по всей стране следили за каждым матчем. Болели в одиночку, а где-то группами. И вот они вернулись. Поблагодарить футболистов за красивую игру Фанатам удалось лично. Вместе с болельщиками национальную сборную в аэропорту встречала и наш корреспондент Сабина Дамаскина. Уставшие, но счастливые. Вне дома национальная сборная по футболу пробыла около месяца. Вернуться пришлось немного раньше, чем ожидали сами спортсмены. Чемпионат Азии по футболу для нашей команды завершился на этапе 1-8. После поражения в заключительном матче с хозяевами поля, командой Объединенных Арабских Эмиратов. Но несмотря на незначительный проигрыш, здесь, на родине, каждый из них настоящий герой. То, что сделала эта команда 22 лучших футболистов, не удавалось никому раньше. Точно так же, как и на полях чемпионата, сегодня на родную землю команда ступила под руководством своего главного наставника, Александра Кристинина. Это событие станет толчком к тому, что в дальнейшем наша команда будет играть на одном поле с мировыми командами. Ваше участие стало долгожданным подарком для любителей футбола в Кыргызстане. Первые встречи с близкими, короткие объятия, автографы и фотографии с болельщиками. Уже после немногословные комментарии для прессы. Сами себя ребята героями не считают. Так, например, автор теперь уже легендарного хэт-трика «Мачо Кыргызстан-Филиппины» Виталий Люкс искренне удивляется тому, что его называют звездой мировой величины. Чувствовали, что происходит в Кыргызстане? Ну да, мы же читали, все те фанаты были, столько много. Иностранные газеты о вас написали. Каково чувствовать себя мировой звездой? Нет, я так не чувствую себя. А на трибунах все что ли поддерживаются? Конечно. И на трибунах, везде, и в интернетах. И здесь просто. Мнение коллеги по команде поддерживает и не менее известный игрок сборной Мирлан Мурзаев. Гол от нашего нападающего, которым, кстати, Мурзаев сравнял счет на 27-й минуте заключительного матча, Кыргызстан-Объединенные Арабские Эмираты, занимает место в рейтинге лучших забитых мячей чемпионата. Сегодня один из ключевых игроков сборной признается, что без такой поддержки болельщиков на чужом поле было бы тяжелее. Надо забивать же отсюда. Ну-ка, где он, калешник? А вот он прилетает. Молочи нам, Мурзаевич, ты наш дорогой. Большое спасибо болельщикам за такую поддержку. Мы реально чувствуем эту поддержку. И она нам придавала уверенности. И то, что мы на поле не одни, у нас есть болельщики свои чувствуют себя как дома. И это давало больше нам уверенности. В зале прилета только пресса и члены семей. В то время как у ворот аэровокзала сотни желающих лично встретиться со своими кумирами. С флагами, растяжками и фотографиями спортсменов все они ждали этого момента. Сегодня в аэропорту было по-настоящему жарко. Несмотря на характерную январскую погоду, страна, встречая своих героев, сборная Кыргызстана по футболу вернулась с чемпионата Азии. Не смочило болельщиков ни раннее время прилета, а это, к слову, 4 утра. Все вместе, вся страна вышла, чтобы поддержать свою футбольную команду. Кыргызстан, Аллах! Мы в аэропорту Манас встречаем нашу сборную, наших героев, которые написали за мальчик за короткое время большую историю. И мы ими гордимся. Аллах, Кыргызстан, ура! Кыргызстан! Наша сборная может и сделала такую игру на таком высоком уровне. Просто вот от своей души, какая песня у меня получится, я запишу. Песня будет называться «Исессина Ахшумхар». Там будут слова, которые будут призывать нашу команду, а также всех наших, может быть, спортсменов нашей страны выступать всегда от души за свою любимую родину. Казалось, сами спортсмены не ожидали такого внимания, радушия и многочисленности людей, которые собрались, чтобы встретить и поддержать их даже по окончании Кубка Азии. Фанаты скандировали их имена, стремились поблагодарить за достойную игру. За то, что спортсмены позволили собой гордиться. За то, что на протяжении этих дней вся страна буквально жила футболом. Спортсменов долго не хотели отпускать. Автобусы, на которых уезжали футболисты, провожали под аплодисменты и скандирование кричалок. Однако всех их еще долго будут чествовать как самых настоящих чемпионов, ведь команда под названием «Ахшумкар» действительно ворвалась в историю. Сабина Дамаскинадия, Сакимбаев, НТС Он лично звонил, чтобы поддержать их перед матчем. Болел каждую игру, а сегодня, сразу же в день прилета, поздравил и вручил им награды. И, как подчеркнул Суромбай Дженбеков, заслуженные. По возвращении с Кубка Азии сборная Кыргызстана сегодня чествовали как настоящих героев. А героям полагаются награды. Их футболистам нашей команды и вручил президент. Тренер Александр Кристинин удостоен ордена Данакер. Симитей Султанову вручили данг. Такой же медалью отметили нескольких членов сборной. Все члены команды получили именные часы от Суромбая Дженбекова. Несмотря на ранний прилет и усталость, ребята были готовы к встрече. Благодарили главу государства за поддержку и скромно обещали достигать новых высот. Только для этих целей, как заключили и футболисты, и сам глава государства, кроме стремления и упорных тренировок, нужно еще и место, где их проводить – новый стадион. Решить вопрос с его строительством Суромбая Дженбеков пообещал. Также пообещал на более высоком уровне подойти к программе развития футбола в стране. Эту дату можно было бы без стеснения назвать Днем футбола Кыргызской Республики. Конечно же, благодаря ребятам из национальной сборной. Каждая из игр в рамках Кубка Азии, вне зависимости от ее итога, стала настоящим праздником для всех кыргызстанцев. Всего четыре матча, но зато такие, что о наших футболистах пишут мировые спортивные издания. Их красивой игры не заметить было нельзя. Само участие команды под руководством Александра Кристинина на Кубке Азии стало прорывом для отечественного футбола. В сборной собрались сильнейшие игроки, и даже когда надежды выйти из группового этапа казалось уже нет, ребята вырвали свой шанс на 1-8 в игре с Филиппинами. Страна ликовала, и уже в ночь игры с командой Объединенных Арабских Эмиратов сотни тысяч кыргызстанцев болели за ребят, стоя на улицах города перед огромными экранами. А дальше была волна возмущений. Болельщики не только нашей страны негодовали из-за предвзятого судейства. Но игра есть игра, и руководство нашей команды эту ситуацию восприняло очень достойно и профессионально. Сегодня в Кыргызстане их встречали как героев. Поздравил их и президент. Вы завоевали искреннюю любовь всех кыргызстанцев. Стали кумирами многих детей, молодых ребят, которые только начинают свой путь в мир большого спорта. Я согласен с одним из наших болельщиков, который написал, что горечь поражений уйдет, но чувство гордости останется. Мы по праву гордимся вами. Вы гордость нашей страны. Никто не сможет отрицать, что вы состоялись как успешная команда. И благодаря вам мы состоялись как футбольная страна. Вам спасибо большое за это. Отметил глава государства и особенный вклад в эти достижения тренера Александра Кристинина. По словам Саронова Ачинбекова, Александр Сергеевич, несмотря на определенные неудобства с инфраструктурой, сумел сколотить настоящую команду мечты. Но за успехом наших ребят стоит не только тренерский состав, но и спортивные медики, которые поддерживали их здоровье. Дорогой Александр Сергеевич, я когда разговаривал по телефону, я тоже очень волновался. Вы очень проницательный человек. Ваша проницательность и высокий профессионализм тренерского штаба позволили нашим спортсменам добиться отличных результатов. Несмотря на вашу молодость, вы смогли собрать, сплотить, объединить. Такую дружную, боевую команду. Здесь ваша заслуга очень большая, очень большая. Глава государства с особой гордостью отметил, что наша сборная – это настоящее доказательство межнационального согласия и дружбы, которые всегда являлись отличительной чертой нашей республики. Ведь наша команда – это настоящий интернационал. «Единство народа, межнациональное согласие является нашей силой и залогом дальнейших успехов нашей страны. Виталий Люкс, Эдгар Бенхарт, они родились здесь. Они здесь выросли, выросли. Они дышали нашим горным целительным воздухом. Здесь вы пили нашу прекрасную чистую воду. Я рад, что вы защищаете честь спорта нашей многонациональной страны. И вы заслужили почет и уважение всех кыргызстанцев. Спасибо вам большое. Впереди, отметил глава государства, у нашей сборной еще много побед. И Кубок Азии – это отличный старт, а главное – бесценный опыт. Еще в 2012 году, заметил Сурон Байджуинбеков, Кыргызстан в рейтинге FIFA занимал 195 место, а уже сегодня – 91-е. Прыжок с опережением более чем на 100 позиций – это говорящий результат. Но останавливаться на этом нельзя. За этим успехом, яркими победами, мы прекрасно понимаем, стоит огромный труд. И бесконечные многочасовые тренировки. И я уверен, что участие на Кубке Азии в сборной Кыргызстана станет традиционным для нас, для нашей команды. Я, правительство Кыргызской республики, совместно с Федерацией футбола, предлагаю разработать программу развития футбола нашей страны. Я недавно говорил по этому вопросу с премьер-министром. И в рамках программы нам нужно построить в Бишкеке новый футбольный стадион международного уровня. Мы над этим будем работать. Будем работать. Тогда будет больше возможностей нашей команды там тренироваться и принимать международные встречи. Слова благодарности были подкреплены государственными наградами и подарками от президента. Заслужили за тот праздник, что подарили всей стране. Ордена «Данакер» был удостоен тренер сборной Александр Кристинин. Медаль «Данк» глава государства вручил президенту Федерации футбола Семитею Султанову. А также орденом Манаса третьей степени был отмечен вклад в развитие футбола Оскара Солымбекова, президента спортивного клуба «Дордой». Тот момент, когда происходит единение страны, эти полтора-два часа, мне кажется, вот в этом очень большая победа. Под перекладиной не всегда же он будет в поле отлетать, иногда и ворота отлетит, мы к этому придем. Тут очень важно, очень важно понимать, чтобы мы абсолютно согласны были системными участниками Кубка Азии, и причем не только национальная сбора, а на всех уровнях, то есть всеми возрастами, нам не то, что хочется новый стадион, это необходимость, иначе в определенный момент придет какой-то предел, и нам некуда будет развиваться. А с характером у нас порядок, и мы не хотим никому проигрывать, и хотим дальше развиваться. Спасибо! На Азия Кубок Азии... Большое вам спасибо за то, что во время игр на Кубке Азии вы звонили и поддерживали команду. Благодарим вас от имени всей сборной. Сюда мы приходим уже во второй раз. До этого вы принимали нас, когда мы пробились на Кубок Азии. Наш уровень растет. Ребята оправдали надежды кыргызстанцев. Особенность этого Кубка, да, и в Эмиратах. Я столько болельщиков в наших футболках, нашими флагами. Первый раз я видел, чтобы вот там 2000-3000 в эмиратских стадионах. Правильно, да, вот какая была мощная поддержка. А здесь вы во главе. Все болельщики нас подкрепляли духом и показали, что футбол больше, чем игра. А мы в этом году ставим большие задачи. В этом году мы в Лиге чемпионов Азии будем играть. Медаль Данк вручили и игрокам. Защитнику сборной Азамату Байматову, вратарю Валерию Кашубе, капитану Валерию Кичину, нападающему Виталию Люксу и еще одному нападающему Мирлану Мурзаеву. Звание заслуженного врача присудили Нурбеку Исмаилову. А тренер по тактике Игорь Кудренко стал заслуженным работником физической культуры и спорта. Членам сборной также вручили почетные грамоты, именные часы от президента. Волнение переполняло и ребят. Уставшие, но довольные, они выразили благодарность за поддержку и очень теплый прием всем болельщикам и главе государства. Обещали поднимать планку, радовать кыргызстанцев новыми успехами. Но главное показывать красивую игру. Встреча закончилась традиционным фото на память. А еще Суран Байджинбеков успел в числе первых поздравить полузащитника сборной Турсуналей Рустамова с рождением дочери, которую футболист еще, кстати, даже не видел. Поддержка на государственном уровне для нас, футболистов, очень важна. Мы много лет надеялись, что будем играть на Кубке Азии. И это только начало. Слава Богу, что мы достигли такого уровня. И уверены, что мы можем продолжить такими же темпами. Скоро начнутся отборочные игры на чемпионат мира. Потом снова азиатский чемпионат. К этим играм мы должны быть готовы не завтра, а уже сегодня. Здравствуйте, уважаемый президент. Я тоже вам хотел пару слов сказать. Сначала спасибо за очень приятный звонок. И он нам очень дал силу и веру в нас. И, конечно, большое, огромное спасибо каждому киргизстанцу и болельщику. Вы нам очень помогли такие игры сыграть. Без вас мы бы так не смогли. Киргизстан, Менин, Микеним, Киркс, Берембикте. Елена Яковлева, Урмат Мамбиталиев, НТС. Масштабное всенародное чествование футболистов состоялось уже на центральной площади Бишкека, Аллато. Туда национальная сборная прибыла сразу после встречи с главой государства Суромбаем Джейнбековым. Так же, как и в аэропорту, нашу сборную встречали болельщики. От имени членов правительства выступил премьер-министр, отметив, что уже скоро среди киргизских футболистов появятся свои Роналдо и Месси. Он напомнил, что в прошлом году по стране были построены 26 школ со спортзалами и футбольные поля. От имени правительства Болгазиев вручил членам национальной сборной по футболу сертификат на сумму 2 миллиона сомов. После официальной части для тех, кто пришел поздравить футболистов с достойным участием в Кубке Азии, был организован концерт. Добрый день, Киргизстан! Спасибо за поддержку! Ребят, мы все вместе участвовали в большом событии. Что-то у нас получилось, что-то у нас не получилось. Но самое главное, мы сражались и сражались все вместе и на поле, и за полем. Спасибо! Молодцы! Молодцы! Киргизстан! Субтитры создавал DimaTorzok Что заставило вас сегодня прийти сюда на площадь? Наверное, гордость. Они показали очень хорошую игру. Мы сразу хотели прийти и поблагодарить их. Тот самый гол, который был забит на 27-й минуте, претендует на звание лучшего в 1-8 финала. Азиатская футбольная конфедерация отобрала 6 самых интересных голов и проводит голосование, чтобы определить лучшие из них. Среди претендентов нападающий нашей национальной сборной по футболу Мерлан Мурзаев. Гол его исполнения признан специалистами одним из лучших. И помочь ему победить может каждый кыргызстанец. Проголосовать можно на сайте Азиатской футбольной конфедерации. В Министерстве транспорта и дорог появился новый руководитель. Кандидатуру Джаната Бешенова одобрил Джугар Кокенеш. Известно, что ставленный премьер Аббалгазива имеет профильное образование. Задать свои вопросы к кандидату в руководители скандального ведомства сегодня пожелало немало депутатов. Спрашивали о многом. Начиная с информации об опыте работы и заканчивая борьбой с коррупцией. Бешенов пообещал использовать все средства в борьбе с этим злом, в том числе цифровые технологии. В планах усилить надзор за качеством дорог и пересмотреть кадровые вопросы. В итоге за кандидатуру Бешенова проголосовали 94 из 111 зарегистрированных депутатов. Отметим, должность главы Минтранса одного из самых коррумпированных ведомств оставалась вакантным более месяца. Предыдущий руководитель Джамшинбек Калилов также ушел в отставку из-за коррупционного скандала. Его заместитель был пойман с поличным при получении 50 тысяч долларов. Вскоре Калилов заявил, что не имеет морального права более занимать свою должность. К слову, этому предшествовала резкая критика в адрес Калилова со стороны президента Сорунбай Дженбекова. В Министерстве транспорта и дорог появился таки руководитель. С кандидатом на эту должность в самом правительстве определились только на прошлой неделе. Задать вопросы претенденту на пост главы одного из самых скандальных министерств многие парламентарии хотели лично. Поэтому и обсуждение затянулось на пару часов. Выяснилось, что 48-летний Джанат Бейшенов ранее уже работал в транспортном ведомстве в качестве первого зама министра. Вы уже, видимо, наслышаны о своих предшественниках и, в общем, о незавидном положении министерства. Вашу кандидатуру, как известно, внес Мухаммед Калый Душикеевич. Какой у вас опыт в этой сфере? Имейте представление, как руководить таким ведомством? В 2005-2007 годах я работал в сфере коммуникации. В дорожной отрасли опыта пока нет. Сколько уже министров сменилось в этом ведомстве за последние 10 лет? Что не назначение, то скандальное увольнение. Министерство транспорта и дорог на сегодня такое ведомство, что, работая в нем, можно получить либо взятку, либо повестку, или вовсе путевку за решетку. Многие депутаты не могли не обойти вниманием громкие скандалы, связанные с коррупцией в отрасли. В частности, один из таких и привел к тому, что ведомство вот уже больше месяца оставалось без руководителя. Речь идет о взятке в 500 тысяч долларов, которые задержанный замминистра, будучи председателем тендерной комиссии, вымогал у итальянского подрядчика за право на реабилитацию участка соединительной дороги в более 60 километров. Со взяткой в 50 тысяч долларов Азимкана Джусубалиева поймали с поличным. В наследство будущему министру досталось немало работы по крупным дорожным проектам, поэтому и надежды на нового руководителя возлагаются большие, отметили депутаты. При госдолге в 4,5 миллиарда долларов основные займы пролись на энергетику и строительство дорог. А там, что не день, то очередной коррупционный скандал – взятки. Бывший замминистра вымогал полмиллиона долларов за положительное решение по тендеру. Видна слабая работа по прозрачности конкурсов. Как вы собираетесь вести борьбу с коррупцией? Будем со специалистами проводить анализ работы министерства, выявлять коррупционные лазейки, при необходимости рассматривать кадровые вопросы. По проведению тендеров также необходимо всем предоставлять равные условия. Откаты в сотни тысяч долларов. Я надеюсь, что следствие разберется. Ведь этот задержанный заместитель хотел провернуть преступную схему в 500 тысяч долларов. Деньги эти от итальянской фирмы на выполнение дорожно-строительных работ по проекту предназначались за участок Джумгал-Кочкор в почти 70 километров. Хотелось бы, чтобы новый министр знал и помнил, какие коррупционные схемы вскрывались в его министерстве. В таком случае я возьму ответственность на себя. Рассказал Джанат Бейшенов и о том, что намерен в первую очередь предпринять в качестве главы Минтранса и какую работу планирует продолжить. По его словам, в приоритете борьба с коррупцией. Тендеры должны стать прозрачнее с внедрением цифровых технологий, а надзор за качеством строительства дорог должен быть строже. И в-третьих, заключил Бейшенов, это развитие регионов. Обещал депутатам кандидат и тщательнее подходить к кадровым назначениям. Правда, не всех парламентариев удовлетворил небогатый трудовой опыт будущего министра. Когда правительство предлагает таких претендентов, то вы же их и подставляете. В дорожной отрасли ни дня не работал. Пока этот джигит разберется с транспортной мафией, немало времени пройдет. Разве у нас нет специалистов, которые уже работали в этой отрасли? На вопрос о фракции Щебня ответа не получили. Не знает. Как он будет министром без практического опыта? Джанат Бейшенов по профессии дорожный строитель. Он справится. Опыт со временем наберет. К началу голосования на заседании зарегистрировалось 111 народных избранников. В итоге Джигур Кукенеш одобрил кандидатуру Джаната Бейшенова на должность главы Минтранса. Свои голоса за него отдали 94 депутата. Таким образом, Джанат Бейшенов становится 14-м по счету министром транспорта и дорог страны. Алексей Немашкал, Нурзада Садыкбекова, Алтынбек Канабекулу, НТС. Назначен также директор Кыргызского государственного цирка. Им стал Фархад Бекмамбетов. Соответствующий приказ подписал министр культуры и информации и туризма Азамад Джуманкулов. Его представили коллективу. До этого Фархад Бекмамбетов в некоторое время являлся заместителем министра культуры. Является продюсером более 30 короткометражных, 5 полнометражных фильмов и исторического художественного фильма «Курманджан Датка». Организатор 10 международных и более 40 республиканских конкурсов акинов-импровизаторов. Также он является директором международного кинофестиваля «Каргызстан. Страна короткометражных фильмов» и организатором кинопремии «Акл Бирс». Ему 42 года. Напомним, бывший директор госцирка Курмангазы Исанаев ушел с должности 20 декабря прошлого года. Коллектив цирка на его пост предлагал кандидатуру Аиды Акматовой, но ее не утвердили. После артисты вышли на митинг и написали заявление об уходе. Документы 39 сотрудников в данное время находятся на рассмотрении министра. Состояние здоровья экс-главы СНБ Мурата Суталинова ухудшилось. Сейчас он проходит очередной курс химиотерапии. Об этом сообщил первый заместитель председателя ГСИН Джоробек Душимбиев. По его словам, документы на освобождение Мурата Суталинова переданы в Ленинский районный суд Бишкека. В ближайшее время должен состояться процесс. Суталинов подпадает под категорию лиц, которые могут быть освобождены от отбывания наказания. Его обследовала специальная комиссия, в том числе созданная при Министерстве здравоохранения, рассказал Джоробек Душимбиев. Отметим, что по приговору Верховного суда по уголовному делу о событии 7 апреля 2010 года Мурата Суталинова осудили на 25 лет тюрьмы с конфискацией имущества. В этом году на свободу после гуманизации Уголовного кодекса по предварительным прогнозам могут выйти 350 осужденных. По данным ГСИН, освободятся те, кто совершил преступление небольшой тяжести и осужденные за рецидив. Примерно 9 человек выйдут из женской колонии, остальные мужчины. Несовершеннолетние на свободу не выйдут, так как все осуждены за особо тяжкие преступления. Согласно новым законам, начальники исправительных учреждений должны направить представление в суд о пересмотре уголовных дел в отношении сужденных, которые отбывают у них наказанием. С начала года, по информации ГСИН, направлено в суд материалы в отношении 3000 человек. По ним пока ответов не поступало. Убитый на кыргызско-казахской границе нарушитель оказался гражданином Казахстана. Об этом сообщила погранслужба. По ее данным, родственники погибшего прибыли в Таласскую область накануне для участия в следственных мероприятиях. А уже сегодня тело погибшего было передано казахской стороне. Пограничники двух стран по данному факту уже провели переговоры. Стороны менялись информацией о произошедшем и обсудили меры по недопущению конфликтов. Пограничники Казахстана сообщили, что продолжат поиск двух нарушителей, которым удалось скрыться на территории республики. Напомню, накануне в селе Джейлган Монатского района Таласской области трое неизвестных лиц попытались незаконно перегнать 10-15 голов лошадей из Кыргызстана в Казахстан. Пограничный наряд попытался задержать правонарушителей, но они оказали сопротивление, применив нож. Не успокоились и после предупредительного выстрела в воздух. После чего пограничники вынуждены были открыть огонь на поражение. В результате один из нарушителей от полученных ран скончался, двоим удалось скрыться. Инцидент со стрельбой на границе по телефону обсудили главы МИДов Кыргызстана и Казахстана. Небольшой инцидент накануне произошел и на участке Кыргызско-Таджикской границы. В селе Карабак Баткенского района собрались жители двух приграничных сел. Жители таджикского села потребовали снести возведенное навес на мусульманском кладбище. Как сообщается, сооружение было построено еще два месяца назад для хранения инвентаря. Таджикская сторона потребовалась снести его, объясняя это тем, что этот участок до сих пор не описан. Как сообщил заместитель начальника Баткенского пограничного отряда Кайалбек Тулумбаев, требования жителей таджикского села являются безосновательным. Навес не относится к объектам капитального строительства и в данном случае нормы пограничного режима соблюдены. Территория с давних пор относится к Кыргызской стороне. Меж тем создана комиссия с участием представителей двух сторон. Она должна принять решение, сообщил Тулумбаев. Этот вопрос также будет поднят на встречу Акимов Баткенского и Исфаринского районов Таджикистана, который пройдет уже в эти дни. В конце марта новые китайские автобусы, а уже к осени электронное билетирование. Представители мэрии города Бишкек рассказали сегодня о своих планах на этот год. Так, муниципалитет до конца года намерен не только обновить транспортный парк, но и разработать новые, а где-то реанимировать старые маршруты. Запустить в Бишкеке 69 автобусов и внедрить новый проект по запуску смарт-карт. Это значит, что в троллейбусах и автобусах необходимо будет расплачиваться не наличными, а прикладывать к специальному устройству карточку. Она будет постоянной, ее нужно будет только пополнять. Для этого ведут и разовые карточки, и специальные персонифицированные для пенсионеров и школьников. Льготы для пожилых людей останутся, говорят мэрии. Уже в этом году мэрия планирует ввести электронное билетирование в городском транспорте. В автобусах и троллейбусах устанавливают специальные устройства, которые будут считывать деньги, положенные на карту. Стоимость проезда при оплате наличкой будет немножко выше. Разница примерно в 2 сома. Таким образом, в будущем мэрия планирует полностью перейти на безналичный расчет. Тендер на такую услугу уже объявлен, говорят в мэрии. Результаты станут известны 11 февраля. Предполагается, что это будет государственно-частное партнерство. В апреле-майе планируют выбрать победителя, который внедрит эту систему. На первых порах установят 400 валидаторов. Так называются те самые считывающие устройства. Карточки будут пополняться в специальных офисах обслуживания. На льготников новшество не отразится. У школьников свои карты, у пенсионеров свои персонифицированные. Вот эта смарт-карта, это будет обычная карта. Мы изначально планируем, что она будет у человека находиться, как обычная банковская карта. То есть это будет платежная карта. И мы надеемся, что она в дальнейшем перерастет в городскую платежную карту, когда человек может этой же смарт-карте рассчитываться и в автобусе, в троллейбусе, за парковку, за стоянку. То есть все те городские услуги, которые будут предоставлять мэрия, вот этой карточкой горожанин может будет расплачиваться. Будут и разовые карты для гостей столицы. Однако стоят они будут дороже. Впрочем, о ценах говорить еще рано, объясняет в мэрии. Вопрос решат с победителем тендера. Отмечают, что стоимость проезда станется прежней в автобусах и троллейбусах на уровне 8 сомов. Однако ездить в маршрутках, как было решено ранее, станет немного дороже. Предложение о цене при оплате наличными также внесли в антимонопольный комитет. Со стороны мэрии было внесено предложение выполномоченной органы, и в городской крипке, и в антимонопольный комитет, и в Минокомоннике, что затраты выросли, и мы вносим предложение об увеличении тарифов. Для муниципального транспорта при электронной системе оплаты тариф не менять, при оплате наличными увеличить до 10 сомов. Для маршрутных такси тариф поднять на 20% с 10 сомов до 12, и в вечернее время с 12 до 15 сомов. Уже весной в мэрии ожидает поставку новеньких китайских автобусов. 69 единиц. Работать они будут на природном газе. Вместимость 90 мест. Доставят их в марте-апреле. По цене 71 800 долларов каждый. Чуть позже они появятся на линиях столицы. Курсировать будут по центральным улицам. Круг города 48 новостроек. Там инфраструктура не развита. Куда автобусы большой вместимости именно не могут попасть, там будем усиливать именно маршрутные такси в основном. Центр города предполагается, что в основном центральные улицы будут именно обслуживать автобусы и троллейбусы. И в связи с тем, что вот вторая фаза реконструкции китайцев, по китайскому гранту дорог есть, второстепенные улицы, которые будут реконструированы. Именно с учетом этого мы планируем туда направить именно маршрутное такси для удобства дорожек. Сейчас по городу курсируют 2200 микроавтобусов. Чуть больше 100 единиц автобусов и примерно столько же троллейбусов. В планах и в будущем пополнять транспортный парк столицы. Не обновлялся он в течение последних 10 лет. Анастасия Соболева, Владимир Колбалдеев, НТС. Правительство должно четко выразить свою позицию по поводу тонировки авто в течение недели. Такое предложение было озвучено сегодня на заседании парламента депутатами. Достан Бекешев предложил отдать возможность нанесения тонировки частным предпринимателям. Благодаря чему, по мнению депутата, пополнится не только бюджет, но и можно будет уделить внимание, по его словам, развитию спорта. В качестве примера парламентарий напомнил о том, что единственный стадион в республике давно устарел. По словам Бекешева, поступающие от тонировки средства вполне возможно направить на строительство необходимого в стране современного спорткомплекса. Отметим по закону, использование тонировки на лобовом и передних боковых стеклах, использование на них шторок запрещено. С нового года функция надзора за тонировкой стекол авто была передана Минтрансу. Теперь Министерство внутренних дел намерено вернуть себе эту функцию. Вопрос тонировки автомобилей часто поднимается в обществе. Мы можем легализовать этот процесс, а деньги направить не в республиканский бюджет, а напрямую в Государственное агентство по делам молодежи, физкультуры и спорта. Дальше эти деньги, к примеру, использовать для развития футбола. Стране сегодня нужна новая современная футбольная арена. Вот вам и своего рода выход. На собранные с той же тонировки средства можно постараться построить современный футбольный стадион. И на этом у нас все. Команда НТС следит за развитием событий. Эти и другие новости, вышедшие в эфире, смотрите и читайте на нашем сайте nts.kij. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok